Уже одно то, что Павел Катурнов был приглашен для участия в турнире «Битва на Немиге» говорит о многом. Ведь организаторы, проводя стремя винования в громадное по меркам единоборств Минск-Арене, рассчитывали на большое количество зрителей. И дабы не разочаровать болельщиков, подбирали бойцов не только сильных, но еще и, скажем так, зрелищных. Мне позвонил организатор боев этих, Юрий Семес, предложил выступить 84 килограмма с россиянином. Россиянин довольно-таки хороший был, призер России погреблен был. Ход поединка складывался довольно успешно. Регламент боя 2 по 5. Первый раунд мы с ним завозились в партере, он в стойке не хотел работать. Много сил потратил, давно не уступал. В начале второго раунда у меня получилось пойти на удушение, и он остался. Приятно, что Паша так уверенно провел свой первый бой по возвращении из армии. И как хорошо, что Мозырянин продолжил свою карьеру, которая, будем надеяться, продлится еще на много лет. Готовиться я буду в Мозыре своего тренера, Сан Саныча Гороха. Планирую в дальнейшем выступать еще молодой, 24 года. Возвращаясь к битве на Немиге, отметим, что главный герой вечера, белорус Андрей Орловский, свой поединок против немца Андреаса Краниатакеса выиграл. И 10 тысяч зрителей, собравшихся на Минской арене в тот вечер, овации проводили Андрея, а также всех бойцов, участвовавших в турнире. В том числе и Павла Катурнова, воспитанника тренера Александра Александровича Гороха и Мозырской организации БФСО «Динамо».